Президент Южного Судана Сальваторе Киир и вице-президент Рия Камашара приказали своим сторонникам прекратить огонь после нескольких дней интенсивных вооруженных столкновений. Напомним, ситуация в стране обострилась на прошлой неделе. Жертвами противостояния между правительственными войсками и сторонниками Рия Камашара стали почти 300 человек, как минимум 30 из них гражданские. С призывом остановить кровопролитие к сторонам обратился Совет Безопасности ООН. Вооруженный конфликт в Южном Судане длился с 2013 по 2015 годы. Он начался после того, как президент Сальваторе Киир отправил в отставку вице-президента Машара и остальных членов правительства. Мирное соглашение стороны подписали в августе прошлого года. В конце апреля 2016 опальный вице-президент вернулся в Джубу и принял присягу. Укрзалезницы и всемирно известная компания «Бомбардье» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. «Бомбардье Транспортейшн» – крупнейший производитель железнодорожной техники в мире. Компания намерена строить в Украине локомотивы и электролокомотивы. Правда, когда именно компания приступит к реализации договоренности, не уточняется. Самолет Solar Impulse 2, работающий исключительно на энергии Солнца, отправился из аэропорта Сивили в столицу Египта – Каир. Это 16-й и предпоследний этап кругосветного путешествия солнцелета. Пилот Андр Боржберг провел за штурвалом Solar Impulse 2 уже долгие часы. А перелет из Ногои и на Гавайи стал самым длительным сольным полетом в этой кругосветке. В Каире Боржберга сменит второй швейцарский пилот Бертран Пекар. «Это мой последний полет в эпической кругосветке, поэтому я начинаю переваривать произошедшее. Конечно, я счастлив, поскольку мы приближаемся к концу. Тем не менее, ещё не конец. Нужно сосредоточиться. Это важно для всей команды». Как ожидается, уже в среду самолет приземлится в Каире. Завершающий этап путешествия пройдёт по маршруту Каир – Абудаби. Столица Объединённых Арабских Эмиратов стала отправной точкой в кругосветке солнцелёта. Она же станет и завершающей. Путешествие Solar Impulse 2 началось в марте прошлого года. Самолет побывал в Амане, Индии, Китае, Мьянме, Японии, США и Испании. Проект швейцарских энтузиастов призван продемонстрировать возможности альтернативных источников энергии. Монокрыло Solar Impulse 2 оборудовано 17 тысячами солнечных батарей. Накапливая энергию, они позволяют самолету продолжать путешествие и в тёмное время суток. Солнцелёд имеет размах крыла 72 метра, примерно как у лайнера Aerobus A380. При этом весит он менее 2,5 тонн, что сопоставимо с весом внедорожника. Solar Impulse 2 может подниматься на высоту 8,5 тысяч метров, а мощность его электродвигателей равняется 70 лошадиным силам. Изменение климата станет причиной роста смертности на 250 тысяч человек к 2030 году. Об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения. По их данным, главными причинами станут малярия, тепловые удары и недоедание. В отчёте организации говорят, что глобальное потепление станет причиной роста числа насекомых-переносчиков болезней. В то же время от засухи ливней пострадают урожаи. Также сообщается, что затянется период цветения растений. Это, в свою очередь, станет причиной увеличения числа людей, страдающих астмой и аллергией на пульсу. Загрязнение воды из-за сильных наводнений будет способствовать развитию болезней, связанных с употреблением грязной воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова